Сергей Пенкин, известный российский певец с выдающимся вокальным диапазоном, родился и воспитывался в многодетной семье. Он был одним из четырех детей в семье, у него были две родные сестры и брат. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. На днях трагические новости потресли его поклонников и близких. Стало известно, что одна из его родных сестер трагически погибла. Ее тело было обнаружено на дне бассейна в одной из столичных гостиниц, где она отдыхала. По данным, на данный момент женщина утонула. Однако окончательные причины смерти будут установлены после завершения судебно-медицинской экспертизы. Точные обстоятельства инцидента пока не ясны, и следователи занимаются выяснением всех подробностей. Экспертиза покажет, была ли это случайная гибель или имели место другие факторы, повлиявшие на трагедию. Эта утрата стала очередным ударом для Сергея Пенкина, который уже сталкивался с личными трагедиями в семье. Несколько лет назад Пенкин потерял своего родного брата Владимира, который скончался в возрасте 47 лет. Причиной его смерти стало отравление некачественным спиртным. Для артиста, который всегда держал свою личную жизнь, в тени и предпочитал концентрироваться на творчестве, эти потери стали тяжелыми испытаниями. Сергей Пенкин, несмотря на свою публичную карьеру, всегда ценил семейные узы. Он неоднократно говорил в интервью, что семья для него – это основа, на которой строится его жизнь. Певец много раз отмечал, что семья поддерживала его на протяжении всей карьеры, начиная с его первых шагов в музыке и заканчивая международной славой. Пенкин всегда с трепетом рассказывал о своих родных, особенно о маме, которая всегда верила в его талант и поддерживала его стремление стать певцом. Его родная сестра, которая сейчас стала известна в связи с трагическим событием, была одной из тех, кто всегда оставался рядом. Хотя Пенкин не часто делился подробностями о своей семье в публичных интервью, известно, что у него всегда были близкие отношения с родными, несмотря на высокую загруженность работы и частые гастроли. Эта трагедия вновь скрывает вопрос о том, как звезды шоу-бизнеса переживают личные утраты. Сергей Пенкин, известный своей стойкостью и профессионализмом, не раз сталкивался с трудностями в жизни, однако он продолжает держаться на сцене и дарить радость своим поклонникам. Цикета, безусловно, станет очередным испытанием для певца, который всегда старался сохранять оптимизм, несмотря на все трудности. Пенкин начал свою карьеру в конце 80-х годов и быстро завоевал любовь публики благодаря своему уникальному голосу, который охватывает четыре октавы. Его репертуар включает множество классических произведений, русских романсов, а также поп-хиты. Он активно гастролирует по всему миру и продолжает выпускать альбомы, каждый раз удивляя поклонников своими новыми творческими решениями. Несмотря на публичный образ, артист редко делился личными переживаниями, предпочитая сохранять свою личную жизнь в тайне от прессы. Однако известно, что потеря брата в 47 лет сильно потрясла его. Владимир, как сообщалось, умер от отравления некачественным алкоголем, что стало неожиданным и трагическим событием для всей семьи Пенкина. Теперь, с уходом сестры, боль утраты вновь вернулась в жизнь певца. В своей долгой карьере Сергей Пенкин часто сталкивался с вызовами и трудностями, однако всегда оставался верен своему творческому пути. Он продолжает выступать на сцене, работая над новыми проектами и, несмотря на личные трудности, сохраняет преданность своему делу. Потеря сестры, несомненно, оставит глубокий след в его жизни. Но поклонники артиста надеются, что он найдет силы пережить эту трагедию и продолжить радовать публику своими выступлениями. На данный момент семья Пенкина не дает комментариев по поводу трагедии, и все подробности будут известны после завершения официального расследования. И, как стало известно, Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, спешит переехать из семейного дома. Это связано с его личными переживаниями, эмоциональным состоянием и семейной намикой после смерти жены. О, посте! Семейный дом, где Чернышев, Шилл Заворотнюк, теперь связан с болью утраты. Постоянное нахождение в месте, которое напоминает о болезненных моментах борьбы жены с раком, вызывает тяжелые воспоминания. Поскольку Чернышев остался единственным родителем их дочери, он стремится создать для нее более позитивную и спокойную среду, которая не будет связана с болезнью и смертью матери. Он считает, что новое место жительства поможет их семье начать восстановление и обеспечит ребенку больше возможностей для эмоциональной реабилитации. По Валентина Борисовна, мать Заворотнюк остается жить с Чернышевым, и хотя они поддерживают хорошие отношения, однако постоянное нахождение под одной крышей в долгосрочной перспективе может стать источником напряженности. Переезд может быть продиктован желанием Чернышева обеспечить пространство и независимость как для себя, так и для тещи, сохраняя при этом близкие отношения. Для публичных людей, таких как Чернышев, внимание прессы и общественности к их жизни является фактором стресса. Переезд в новое жилье может стать способом уменьшить это внимание, особенно если новый дом будет в более уединенном месте, где он сможет больше сосредоточиться на личной жизни и воспитании дочери, такими мыслями поделился Петр Чернышев с журналистами. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok